Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, в котором сохраняется бездна божественного введения, премудрости и наших взаимоотношений, нашего предназначения в Боге, наших отношений добрых с Ним. Это Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванное к совершенству». То есть, точно так же, как Бог светит своим солнцем на праведных и неправедных, и посылает свой дождь на праведных и неправедных, мы призваны нашим солнцем светить на праведных и неправедных. Вы – свет миру. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Точно так же и дождь. Мы должны изливаться дождем на праведных и неправедных. И мы знаем, что Бог посылает свой дождь, свои облака, наполненные водою, чтобы они пролились дождем. Для одних – в наказание, а для других – в помилование. То есть, Бог, будучи святым, никогда не смирится с тем, чтобы одинаково любить и одинаково благословлять тех и других. Будучи святым по своей природе, то есть, отделенным от зла, Он по своей природе никогда не сможет любить зло и источник зла, а также тех людей, которые являются злыми и грешниками. Бог не любит грешника. Бог любит праведного человека. Вы нигде не увидите в Писании, что Бог любит грешника. Это проповедники вас обманывают, что Бог любит грешника. Бог не любит грешника. Бог не слышит молитву грешника. Бог любит праведного человека. Кто такой праведный человек? Это человек, рожденный от Бога. То есть, когда человек в своем сердце томится от греха, ненавидит грех, еще он не пришел к Богу, еще он его не знает, но он ненавидит грех. Это и говорит о том, что если я его не люблю, и я его не хочу, но оно владеет мною, это не говорит о том, что я грешник, это говорит о том, что я пленник греха, но я не грешник. Я пленник. И он пришел, чтобы пленить этот плен, и те, кто хотят вырваться из этого плена, возродить их, дать им новое начало. Поэтому Бог любит праведных людей и ненавидит людей неправедных. Невозможно ненавидеть зло абстрактно. Зло – это всего лишь программа. Она находится в людях, которые принимают это зло, притом намеренно принимают это зло. Большинство людей сегодня, которые сидят в церквах и посещают церкви так называемые, большинство этих людей – это люди, имеющие в себе программу зла, зла, имеющие вид благочестия, а внутри программа зла. И только некоторые из них – небольшое, малое стадо, которое поистине пытается полностью освободиться от ветхой натуры, которая внутри их. Поэтому в связи пути, ведущему нас к совершенству, мы стали с вами исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа Путеревеки к Исааку. И обратились к исследованию вопросов, представленных в невесте Агнца, который представляет Ревеха в достоинстве Лилии Долин, на которые мы призываемся смотреть очами веры или очами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему небесному Отцу. Это закон. То, на что мы смотрим, мы трансформируемся в образ того, что мы видим и что смотрим. Поэтому наблюдайте, что вы смотрите. Вы выбираете сами объект того, на что вы будете смотреть. На что вы будете смотреть, то и будет отождествляться. И приходя в собрание, пытаясь оторваться от этого, вы не сможете оторваться. У вас будут возникать образы того, на что вы смотрели. Но если вы образное мышление направите и будете смотреть на то, как процесс жизни протекает в Лилии, невидимый вот этот процесс, чтобы посмотреть, как Бог это действует, чтобы вырос, свелить точно так же, как Лилия. Потому что он себя называет Лилией Долин и свою невесту называет Лилией Долин. Роза Сарона это одно из, то есть, это тоже Лилия в Писании написано, один из его родов. Ну, и мы знаем, что для этой цели Ревека, чтобы последовать за Исааком, оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь. Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день прознавания праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. И имя Елизер означает Бог-помощь, то есть, как прообраз Духа Святого. Дух Святой будет нашим помощником. Бог послал его по ходатайству Иисуса как помощника. Это говорит о том, что мы, ведущие, а Он будет нам помогать, когда мы будем выбирать волю Божию, Он нам будет помогать исполнять волю Божию. Когда мы будем выбирать свою волю, называя ее волей Божией, то Он будет отсутствовать. Мы сами вынуждены будем исполнять свою волю, которую мы назвали волей Божией. Или же нечистый Дух под видом Святого Духа будет нам помогать, но Дух Святой будет нам помогать только, когда мы будем исполнять волю Божию и в границах воли Божией. Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы это не определенный день, не празднование определенного дня, а это обретение определенного состояния сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина на своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть вводимыми Святым Духом Божиим. Ибо все вводимые Духом Божиим суть Сыны Божий. Римлянам 8, 14. Разумеется, младенец во Христе, принимая Святого Духа, не может принять Его как Господина, потому что Его Господином на самом деле пока еще является Его ветхая природа. А тот, кто господствует над нами, тот и наш Муж. До тех пор, пока ветхая природа не будет упразднена Христом Господа Иисуса Христа, наш Муж будет господствовать над нами. И пытаться иметь отношение со Христом при наличии вот этого ветхого человека живого, который является нашим мужем, означает прелюбодействовать. Нам необходимо умереть для этого ветхого человека в смерти Господа Иисуса Христа. А иначе мы не сможем вводиться Святым Духом. Он не может быть Господином одновременно вместе с тем мужем. То есть, Он не может быть нашим мужем до тех пор, пока живой другой муж. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы действительно получаем уникальную судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина в своей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расслевающими желаниями, которые у большинства святых обличены в религиозные одежды. Поэтому их сложно распознать этого ветхого человека. Эта волчина, ветхая природа, оделась в природу овцы и мы всегда хотим ее видеть где-то на стороне это он это она а на самом деле это наша ветхая натура. Когда мы освободимся от нашей ветхой натуры тогда нечестивые люди снаружи никак не смогут побеждать нас и воздействовать на нас. Но до тех пор пока у нас есть ветхая натура нечестивые люди будут доставать нас. Поэтому чтобы во Святом Духе через Святого Духа приняв его как Господа и Господина своей жизни приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни несущей в себе силу воскресения Христова. Либо конечно когда мы его принимаем принять Святого Духа в качестве дорогого гостя что проповедуется почти во всех церквах и поется Дух Святой ты гость небесный вот приди к нам он приглашается каждый раз на каждом новом богослужении то есть мы просто благодарим Бога что Он здесь и призываем чтобы Он явил силу свою мы приходим с Ним Он живет в нас мало того Он находится на этом месте когда мы оставляем Он остается здесь и одновременно с нами Он Бог вездесущий и когда мы приходим на это место нам не надо говорить Господи приди сегодня к нам Он с нами и Он в нас но когда люди говорят Он с нами и Он в нас а потом говорят Господи мы призываем Тебя приди а потом уходя ничего не говорят ему а теперь как со мной пойдешь или останешься там но Бог не будет на этом месте пребывать как гость как гость он бывает мало он пришел переночевал и ушел он сказал Елизер нет я немедленно должен уйти моя цель не гостить у вас побудьте еще немного он говорит ну моя цель не гостить у вас моя цель только прийти и выбрать ту которая будет женою господина моего Авраама для Исаака и когда она была выбрана и она показала кто она такая во-первых она должна быть девственницей то есть во-вторых она должна напоить десять верблюдов то есть она должна исполнить закон во Христе Иисусе мы исполняем закон святость Божию вы скажете нет нет во Христе Иисусе мы не повинны предзаконом потому что мы принимаем в нем праведность и находясь в нем мы не порочны предзаконом закон имеет отношение к грешникам но к праведным он не имеет отношения поэтому закон это наш друг когда мы праведные и закон наш враг когда мы грешники но мы не грешники мы родились от святого Бога и мы праведные поэтому очень важно понимать эту вещь поэтому когда мы принимаем святого духа в качестве дорогого гостя и продолжаем оставаться в зависимости от своего народа от своего дома от своих расслевающих желаний ничего доброго не будет он выберет малое стадо и уйдет с ним да мы будем сидеть все в одном же собрании но он это стадо уже повел вы понимаете что в одном собрании сидят люди которые идут далеко а другие которые вот с этими дарами играются надо же какие золотые вещи он подарил надо же какое серебро надо же какое спасение братья и сестры это же понимаете это же наше все весь мир это наш все материальные ценности это для нас Бог создал мы же должны это все мы духа нищеты же должны убрать так что если вы бедные у вас недостача это говорит о том что вы связаны духом нищеты вот чем они занимаются а Ревека уже давно пошла ей не нужен этот дух нищеты она стала нищей своим духом сознательно она потеряла все чтобы быть нищей чтобы заботиться только о том чтобы искать Господа она показывает ему я обнищала у меня нет ничего я потеряла все ради тебя чтобы ты стал моим Господом у меня больше нет моего народа нет моего дома нет моих друзей точно так же как младший сын в притче об этих двух сыновьях он потерял все в смерти Господа Иисуса ушел в дальнюю страну со своими друзьями отец разделил имение и тому и другому дал и старшему и младшему младший пошел и пустил в оборот это имение растерял своих друзей как пустить в оборот это умереть в смерти Господа Иисуса Христа для своего народа для своего дома и для своих расслевающих желаний и теперь он умер для этого растления для этих друзей и возвратился уже без них оборваны и с благодарным сердцем готов благодарить отца если просто он его примет в число наемников а тот тоже имеет своих друзей и никуда не уходил он облегся в одежды вот эти вот религиозные никуда не уходил он на полях евангелизации приходит с поля усталый и вдруг видит радость отец заколол теленка для него еще козленка не заколол мало того перстень дал а у него и перстня нет одежды дал а ему и одежды не давал никогда и обуви не давал то есть как же ты друг пошел на евангелизационное поле без одежд без перстня и без обуви на ногах ведь обувь на ногах это свет мира обувь на ноги готовность свидетельствовать о Христе о Господе о свете сколько сегодня миссионеров пошли на это поле не будучи светом для мира потому что они сами себя послали или другой человек их послал не Господний человек очень важно знать что человек не научен и как принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни сам по себе никогда не сможет привязать себя к Святому Духу а следовательно никогда не сможет водиться Святым Духом или же следовать за ним к совершенству о Христе Иисусе в силу чего навсегда утратит свое сыновство выраженное в спасении которое было дано ему в формате залога мы раз обращали внимание на то что исходя из утверждений Писания можно говорить на иных языках и не иметь никакого недостатка в духовных дарованиях но в то же самое время оставаться человеком душевным не имеющим Духа он пришел дал дары и ушел дал способность нашему Духу говорить за Богом на языке ином но иной язык а не Святой Дух это дар Святого Духа и люди говорящие на иных языках полагают что они имеют Святого Духа только потому что говорят на иных языках нет если вы будете иметь Святого Духа вы будете людьми духовными если он будет вашим господином и вы будете где-то в пути к совершенству а не вот путаться здесь среди помазания даров духовных изучать каким же образом научиться исцелять людей и изгонять бесов и не будете радоваться и прыгать мы бесов изгоняем и не будете посылать этого беса из одного города в другой и не будете связывать то что вы не способны даже связать над своей головой над районом городом или улицей князей северо-востока и запада потому что вам дано власть связывать только то что под вашими ногами на земле небо-небо Господу землю он дался нам человеческим поэтому в последнее время пишет Иуда появятся наглые ругатели поступающие по своим нечестивым похотям имеется ввиду в народе Божьем появятся наглые ругатели это люди которые будут отделять себя от единства веры душевной не имеющей духа а вы возлюблены назидая себя на святейшей вере вашей имеется ввиду на вероучении вера это не просто в Господа это вероучение это концепция уставов постановлений учения Иисуса Христа пришедшего плоти вы назидая себя на вере вашей на вероучении на учении Иисуса Христа пришедшего плоти молясь Духом Святым когда говорится молясь Духом Святым не имеется ввиду на ином языке только иной язык туда включается но имеется ввиду молясь с Духом Святым в оригинале сей Самый Дух свидетельствует с Духом нашим что мы дети Божии а свидетельство двух истин то есть Дух Святой дан нам для того чтобы вместе с нами молиться о том чтобы взять то что принадлежит нам по праву а не потому чтобы за нас молиться Он молится вместе с нами за нас но вместе с нами и потому молясь с Духом Святым сохраняйте себя в любви Божией ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни Иуда 1 18 21 ожидая Некоторые думают что если они в таком положении они все время это будут иметь нет ожидая это значит мы будем находиться в определенных трудностях в определенных скорбях будем испытывать определенные утраты и мы должны ожидать милости уповая на Господа а посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных это действительно духовное переживание но оно не призвано делать нас духовными и оно не призвано изменять наш характер унаследованный от греховной жизни наших отцов в характер Христов а посему изменять наш характер в характер Христов предназначена истина Кресте Христовым призванная отделить нас от нашего народа от нашего дома и от наших расслевающих желаний то есть от нашей душевной жизни от нашего ветхого человека совлекшись ветхого человека с делами его вне соработы нашего Христа с Христом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации, рассматривается Писанием беззаконием, за которое человек будет брошен в озеро Огненное или же во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова, потому что это абсолютно разные вещи. У креста был свой крест, каждому из нас дается свой крест. А также на основании каких принципов наш крест, призванный может сработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса, по каким же признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с какой-то фальшивкой или подлогом. И такими признаками в нашем сердце, которыми мы стали тщательно исследовать, призванные являются плоды воскресения в нашем сердце, в плодах дерева жизни, 12 раз приносящего плоды правды, дающими на каждый месяц плод свой, обуславливающий в нас порядок Царства Небесное, или же Царство Небесное. Ключом же, открывающим путь к древу жизни в нашем сердце, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со крестом в его напастях, потому что жемчуг – это результат страдания моллюски, которая обволакивает эту песчинку, от которой она не может избавиться, она обволакивает его, вырабатывая перламутр. Вот этот перламутр, вот эта реакция на своего ветхого человека, доставляющего нам неприятность постоянную. И вот эта реакция, где мы не признаем его, не признаем вот этих желаний, не исполняем их, а враг постоянно клевещет, посмотри, что у тебя живет, ты же греха хочешь, ты же разврата хочешь, посмотри, ты завидуешь, ты же завидуешь, посмотри. А вы говорите, это не я, я не завидую, я против этой зависти, я против этого разврата. Это ветхая природа, а я и ветхая природа – это две разные вещи, это не я. Но сатана все время говорит, нет, это ты, а мы все время должны говорить, нет, это не мы. Я – это новый человек, рожденный от Бога, в котором нет желания разврата и в котором нет зависти, которое радуется успеху ближнего, а не завидует успеху ближнего. И поэтому он не признает, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть травами греха. Упразднено, это значит, снято с должности. Да, оно есть, но оно не управляет. Я больше не верю ему. Я больше не верю дьяволу. Да, вот есть музыкальный инструмент. На этом музыкальном инструменте может играть кто угодно. Может играть дьявол, может играть Господь. Кому мы отдадим этот музыкальный инструмент? Кому мы отдадим свою душу? Когда мы отдаем его в смерти Господа Иисуса Христа через крест, погружаем ее в смерть, и когда мы воскресаемся Христом, то наша душа изменяется. И теперь на ней дьявол уже не имеет права играть. Она теперь ему не принадлежит. Она теперь собственность Господа. Но до того, до тех пор, пока наша душа не умрет, пока мы не возьмем свой крест и не последуем за Ним и не умрем, наша душа не является еще собственностью Господа. Она является просто в программе. Бог имеет в виду, Он заплатил за нее, но мы должны спасти свою душу, сработать своим крестом с крестом Христовым. Поэтому мы стали исследовать признаки сработы нашего креста с крестом Христовым. И разумеется, эти признаки явились в плодах дерева жизни. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещиваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Луки 22, 28, 30. То есть, за счет вот этих страданий, которые доставляет нам ветхая натура, и происходит война внутри, это самое тяжелое, когда у тебя внутри происходит война, когда ты не с кем-то воюешь, а сам с собою. Вы постоянно не имеете внутреннего покоя, постоянная война внутри. Я хочу одного, а делаю другое. Или делаю то, чего не хочу. Павел говорит, злого, которого не хочу делать, делаю. Но оно не мое. Что же мне делать? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Далее говорит, благодарение Господу, Христом Иисусом, я тот же самый умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, обновленный ум нужен. Учитывая, что функции Христа делегированы его посланникам, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога. Потому что именно они подвергаются напастям. Они стоят во главе, и весь удар сатана наносит по ним. И когда мы остаемся с ними и пребываем в тех же напастях, которые приходят на них, и очерняют их нравственное достоинство, говорят о том, что они воры. Вот Павел говорит, на нас говорят, что мы обманщики, но мы не обманщики. На нас говорят, что мы неверны, но мы верные. То есть, говорят, что мы в каких-то беззакониях, в какой-то ереси, но мы, говорит, держим оружие в правой и левой руке и не повреждаем Слово Божие, как многие. И так далее. А посему Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, двенадцать раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И мы знаем, что это притча, это аллегория, это иносказание в откровении. То есть, это также есть у пророка Иезекиилия. Он говорит об этом древе жизни. Об этом же древе жизни говорит Давид, когда он говорит, что человек, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей, но у которого в законе Господа воля Бога его, он будет посажен, как дерево у потока хвод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это Давид говорил тоже об этом же дереве жизни. Так что у него было познание этого, и он был этим древом жизни пред Господом, как для самого себя, так и для окружающих его. Он был светильник Израиля. Бог хочет, чтобы мы были светильниками среди воинов молитвы. Мы отметили, что 12 месяцев Священного Года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, суть которых мы стали рассматривать в праздниках иудейских и в событиях, которые выпадали на каждый месяц Священного Года. Как написано, закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Евреям 10.1. То есть мы должны в законе увидеть, взять вот эти тени, эта тень будущих благ, и увидеть нечто в них. Поэтому мы будем брать вот эти праздники. Эти праздники должны стать плодом. Мы должны выработать. Не праздновать один раз в году воскресения, а наше сердце должно быть обличено в плод воскресения, чтобы это было каждодневное, ежеминутное, ежесекундное состояние воскресения, носить в себе воскресение. Поэтому мы не раз отмечали, что полное определение Царства Небесного в значении Священного Года, содержащего в себе 12 месяцев, определяет порядок Царства Небесного в 12 учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А посему Священный Год, в котором древо жизни приносит в каждые из 12 месяцев плод, никоим образом не связан с трехмерным измерением времени обыкновенного года, обусловленного 12 месяцами. На ивритич смысл года содержит в себе величие искупления Божие, распространяющегося на всю вечность. А посему Священный Год, включающий в себя 12 священных месяцев, следует рассматривать в измерении Духа, обусловленного четвертым измерением. В силу такого содержания образ Священного Года, представляющий образ Царства Небесного во времени, не только не зависит от времени, но и господствует над временем. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего Духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца Священного Года, и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни, нового четвертого месяца по имени Томуз, которым мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. Мы знаем, что в Израиле в 17-й день, четвертого месяца Томуза, соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижа Лизавета. В Израиле дни поста считались демонстрациями печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорость смирения своей души. В четвертом месяце также жители горных областей приступали к жатве пшеницы. Начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. На практике мы отметили, всякий праздник сопровождался каким-то видом жатвы или являлся жатвой какого-либо посева. Мы отметили, что образ события 40-го дня, в которой исполнялось очищение, которое было знаменовано разбитием скрижали Лизавета. Моисей пробыл 40 дней с Богом, и вот на этих каменных скрижалях, которые вытесал Бог и написал слова, он их разбил на 40-й день, когда он сходил. Это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Мы знаем, что скрижали Завета – это был образ Христа. Разбитие – это смерть Христа, потому что Христос олицетворяет Слово Божие. Колоссянам 2, 11-15. «В нем, то есть во Христе вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». То есть вот эти скрижали Завета первые, которые написал сам Бог. «И он взял его от среды и пригвозил ко Христу, отняв тем самым силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». И мы знаем, что Моисей был прообразом Иисуса Христа, который умер за народ, точно так же, как умер Христос, и который воскрес по Писанию на третий день, так же, как и воскрес Христос. То есть, если бы вы сказали, «Откуда ты знаешь, что Моисей воскрес?» А потому, что о его теле спорили архангел Михаил и дьявол. Произошел спор. Тот хотел, чтобы тело осталось мертвым, как все тела. Но если уже Бог послал Михаила архангела спор, и он вошел в этот спор, отвоевать это тело, он его отвоевал. Моисей по образу Христа, так как он был его образом, должен был умереть за грех народа и должен был воскреснуть. Поэтому на горе преображения, гора Фавор, явились Христу два человека, которые находятся в новых телах – Илья и Моисей. Илья в новом теле был вознесен. Его тело изменилось. А Моисей воскрес и тоже в новом теле был вознесен Госуду. Вот они-то и пришли к Христу, чтобы показать, как на основании закона, псалмов и пророков он должен умереть и воскреснуть. Это очень важно. Итак, если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях Завета, что он во Христе Иисусе с законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях Завета жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2, 19, 20. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Но он же умирал со Христом и во Христе. Павел говорил, с законом я умер для закона. Значит, когда он умирал со Христом, с законом я умер для закона, то этот закон разбивался. Христос умирал в этом законе, чтобы этим законом, для которого он умирал, как он пишет, воскреснуть. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что, но не живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Тектонические – это когда они встречаются между собою и ударяются друг от друга. Вот наша земля создана так, вот из тектонических плит. И эти тектонические плиты между собою, когда встречаются и ударяются, происходит землетрясение и вырывается лава. Это называется тектонический закон или тектонические плиты, когда они между собой постоянно соединяются, но не могут соединиться. Они постоянно бьются и вырывается вот эта горячая лава. Поэтому это закон, дающий силу греху и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную, неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые, неизменные цели. Однако, прежде чем законам, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины. Как написано, восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Иакова 1, 18. Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через распятие со Христом. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание начинает приносить плод правды и получает печать праведности. И в связи принесения деревом плода жизни четвертого месяца, представленного в нашем сердце Царством Небесным, воздвигнутым в разбитых скрижалях Завета и утвержденным в новых скрижалях, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природа и суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также, какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные слова, как правда, оправдание, праведный и праведность. Какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание призвано выражать себя через наше сердце. Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и затем облечься в праведность, то есть творить правду? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Далее мы отметили, что этимология таких трансцендентных и священных слов, как правда, оправдание, праведность и праведность, на иврите содержит весьма богатую многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. На иврите правда по отношению к Богу, правда Божия, это святость Бога, это закон Бога, это завет Бога, это оправдание Божие, это праведность, законность и справедливость. Правда это заповедь, это устав и постановления. Правда Бога – это суд Бога, Его правосудие и Его справедливость. Правда Бога – это прямота, верность, истинность. Это постоянство, продолжительность, непреложность, истинность, истина. Правда Божия – это премудрость, это свет жизни, это честность, истинность, чистота. Правда Божия – это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое мы получаем от этой праведности Божией – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение нашей вины или невменение нам греха, невменяя людям преступлений, их дал нам слово примирение, это взятие нас в собственность или в свой удел, это наше усыновление, это воскресение из мертвых. А вот слово праведный, когда мы приняли оправдание, родились от Бога, мы становимся праведными. Так вот слово праведный означает святой, угодный Богу, невинный, непорочный, честный, справедливый. Заметьте, речь идет о нашем новом человеке, а не о ветхой природе. И ветхий человек, и новый человек живут в одном теле. Но сейчас речь идет о нашем новом человеке, какой он? Свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом. Это не ветхая природа заключила с Богом завет, это мой новый человек, рожденный от Бога, заключил с ним завет. Надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение в очах Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями. Ветхая природа не хочет чтить Бога десятинами и приношениями. Пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий собой и благоухание Христово. А вот уже слово праведность, означающие плоды правды, которые мы начинаем творить, будучи праведными, это надежда и упование на Бога. Именно когда мы имеем надежду упование на Бога, Бог вменяет нам это в праведность. Вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Праведность это мир с Богом связанный и основанный на завете с Богом. Праведность это освящение своего посвящения. Мы посвятили себя Богу и теперь вот это посвящение надо постоянно освящать. Слово освящение это отделение от всего нечистого. И это постоянное, ежесекундное освящение. Праведность это наблюдение правосудия Божия, это явление святости в совершении правосудия. Праведность это явление непорочной радости пред Богом. Праведность это пребывание в своем собрании. Праведность это приношение Богу жертвы хвалы. Праведность это почтение Бога десятинами и приношениями. Праведность это показание в своей вере добродетели. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдания праведности, мы сделали ударение на том, что если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом отдавал силу греху и осуждал его на смерть. «Закон – сила греха». То после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителями нового завета, не буквы на духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3, 6, 11. Давайте будем постоянно вникать в эти слова. Они наседают, они дают жизнь. Это наш хлеб жизни, это вода жизни. Он дал нам способность быть служителями нового завета. Это Он. Мы не сами это сделали, не своими добрыми делами. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, когда он разбил, скрижали заветы и сошел, лицо его сияло, и сыны Израилевы бежали в ужасе от этого сияния и славы. И Моисей вынужден был, чтобы иметь с ними какие-то отношения, полагать покрывало на свое лицо. Ибо если служение осуждения славно в этом служении, это служение нас осуждало, то тем паче забилует славой и служение оправдание. То прославленное, и даже не оказывается славным, всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее временное славно, то тем более славно пребывающее, то есть вечное. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон Духа жизни во Христе Иисусе и закон свободы в нем. Учитывая же, что правда Божия находит себя в святости, истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Правда исходит из истины или истина исходит из правды? Что из них является корнем, а что плодом? Разумеется, что исходя из Писания, правда исходит из корня святости истины. Мы рождены от слова истины, а потом уже начинаем приносить плод правды. В то время как святость истины производит себя в правде, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне. Сын похож на отца. Отец – это истина, а сын – это правда. Или же семя воспроизводит себя в плоде. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца. В то время как правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться, подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины, содержащимся в Священном Писании. В определенном формате мы уже частично рассмотрели определенные характеристики правды Божьей. «В сердце человека отметили, что суд всякой правды Божьей, явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых скрижалях, вечен и неизменен, так как исходит из истины Слова Божия, которое по своей из вечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Основание Слова Твоего – истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, 160. «Когда речь заходит о том, что всякое Слово Божие, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недорбожества, потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой и неисчислимой природной сути в первую очередь святой». Силу этого «правда Божия» – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу и только затем к рожденным от Бога. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь к Богу в первую очередь – это святая любовь. Это не просто любовь, а святая любовь. А раз она святая, то она избирательная, потому что святость – это то, что отделяет, отличает. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злой беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Видите? Он не может возлюбить правду и беззаконие абстрактно. Он их любит в человеках и ненавидит в человеках. «Посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих». Псалом 44,8, это же записано евреям. Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которыми являются человек или ангел, не могут себя проявлять, а поэтому ненавидеть их вне человека бесполезно. Всегда, когда речь идет о беззаконии или о праведности, всегда имейте в виду, что они проявляются только в человеках или в ангелах. Поэтому Бог изначально возлюбил Свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждые ему беззакония в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители, беззаконие, как ангелы, так и человеки, не сохранившие своего достоинства и не принявшие любви истины и осквернившие свое святилище, оставили свое собрание. Они являются сосудами палящего и все испепеляющего гнева Божия. В то время как носители его святой правды, которые сохранили себя от соприкосновения с носителями беззакония, являются сосудами его милосердия. Как написано, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы рассмотрели на предыдущих служениях персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия, Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания. И остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. То есть, какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принято и нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны давать Богу возможность не законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. То есть, незаконным мы должны получить завет мира, но через праведность. Вот эта праведность должна нам даровать именно наследие мира. Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. Наследие мира в сердце человека – это сокровищница, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются назначением праведности или целью праведности. Праведность стремится к тому, чтобы обладать этой сокровищницей. Таким образом, именно праведность Божия в человеке посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам 4.6.7. «Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Вот эту часть «с благодарением» мы рассматриваем в пятницу, а в воскресенье мы рассматриваем вопрос мира. «С благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует обликаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы обликаться в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? Итак, если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса, в формате залога никогда не перейдет в качество праведности, в которой он смог бы быть способным приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающее им право быть нареченными сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9, Нагорная проповедь Христа. Мы отметили, что фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит не просто о имени, а говорит о награде, которая содержится в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира, что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени своего сына, чтобы разделить с ним, то есть с его сыном, исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от всеми слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, евреям 12, 14. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости. Когда говорится «иметь мир со всеми», то имеется в виду со всеми, кто находится в границах заповедей Господней, в границах святости. То есть наш мир должен быть выражением святости, пределы которой должны обуславливаться заповедями Бога. А посему мир, который мы попытаемся являть вне границ святости, а не как выражение святости, это на самом деле будет являться беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми людьми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили собрание и отвратились от преданной им святой заповеди. Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир и быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира. В какой дом войдете, говорит Христос, сперва говорите «мир дому, сему». «И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Луки 10, 5, 6. Видите? Даже если мы будем направлять этот мир, а он не сын мира, то этот мир возвратится к нам, он не сможет почить на них. Когда мы говорим «мир тебе», он почиет только на том, если он является сыном мира. «И если кто не примет вас, говорит далее Христос, и не будет слушать вас, когда вы будете нести мир, мир в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, это и есть мир, то, выходя оттуда, трясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморье в день суда, нежели тому городу или дому». Марка 6, 11. На самом деле, приветствием мира мы призваны определять сынов мира, так как приветствие мира призвано выявлять как наличие, так и присутствие порядка Царства Небесного, пребывающего в сынах мира, в достоинстве божественной теократии, которая обуславливает власть Бога и право Бога, почивающие и облекающие сынов мира. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в теократии, установленной Богом в Своем Царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Агнца, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства, вот этих демократических, либеральных ценностей, производят не мироразделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, следовательно, сынами мира. Таким образом, какими бы причинами не оправдывали себя люди, не признающие чина в Церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они не рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердце мира и относит их к категории нечестивых. О нечестивых, говорит пророк Исаии 57, 20, 21, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают тыл и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. На предыдущем служении мы уже рассмотрели суть первого вопроса и остановились на рассматривании второго. Какое назначение призвано выполнять полномочия мира Божия в отношениях человека с Богом при соблюдении его помышлений во Христе Иисусе? Или же какую роль призвано исполнять мир Божий, который делегирован Богом для сынов, мира в лице Сына Божьего Иисуса Христа, посланника мира и князя мира? Мы рассмотрели, во-первых, что назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, творящих правду, призвано участвовать в примирении с Богом. Во-вторых, призвано из двух народов в лице Израиля и язычников создать во Христе Иисусе одного нового человека, устрояя мир. В-третьих, призвано при соработе человека с миром Божиим сокрушить сатану под ногами сынов мира. Не над головою своей сокрушать, а под ногами. В-четвертых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано владычествовать только в сердцах сынов мира. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы признаны в одном теле и будьте дружелюбны. Николас Иоаннам 3,15. Видите, если это сердце не является сердцем сынов мира, нет состояния мира, то уж никаким образом этот мир там не может владычествовать. Поэтому смысл исполнительной фразы «И да владычествует, которой Бог сотворил и содержит небо и землю, поставлен в зависимость от нашего решения, позволит миру Божьему владычествовать во взаимоотношениях с Богом, а также друг с другом». Нам следует усвоить, что владычество мира Божьего ограничено сердцем человека. Каким сердцем? Которое является сыном мира, которое обусловлено в его сердце Царством Небесным. А посему из имеющегося повеления мы можем вынести следующее, что владычество мира в наших сердцах – это сознательный и ежедневный выбор в совершении подвига веры, состоящего в том, чтобы не сходить друг к другу в немощах наших и прощать друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Именно дружелюбие в отношениях с сынами мира дает возможность миру Божьему владычествовать в наших сердцах. «Только потому окружающие узнают, что мы – ученики Господа, если мы будем любить друг друга, снисходить друг к другу в немощах наших. Если же наше дружелюбие, выраженное в мире обусловленным учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, будет отвергаться, то нам, по словам Христа, следует предавать таких людей заклятию, отрести прах, приливший к нашим ногам, и разорвать с такими людьми всякое отношение. «И сказал Иисус ученикам своим, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрести прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу». Марка 6, 10, 11. «Если мы откажемся выполнять данное повеление и сохраним мирные отношения с людьми, отвергающими наш мир в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то, когда Бог посетит нас, мы вынуждены будем разделить судьбу не сценами мира, а горькую судьбу сценами противления. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот растачает». Матфея 12, 30. Христос делегировал свое посланничество, свое помазание, свои полномочия своим ученикам. «Как послал мне Отец, так и я посылаю вас». Те, в свою очередь, точно так же делегировали других людей. Не церковь выбирала, а апостолы выбирали для них. И апостолы являлись этими людьми. «Поэтому кто не собирается с посланниками Бога, тот против них, и тот растачает». В-пятых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано силой Святого Духа обогатить нас надеждою. Это мы говорим о назначении праведности, что она стремится иметь в мире Божьем. Римлянам 15, 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Мира в вере. Радости мира должны проявляться в вероучении, в вере, то есть в праведности. Подлинный мир с Богом всегда дается силой Духа Святого и дается всегда в вере, в содружестве всякой радости, благодаря чего становится нашей надеждой, а следовательно и исходит из надежды. Мы знаем, что надежда – это тот объем наследия во Христе Иисусе, который Бог положил на наш счет с процентами, за счет чего наследие мира, принадлежащее нам во Христе Иисусе, постоянно умножается. Потому что, когда Бог что-то ложит на наш счет, Он ложит с процентами, чтобы вы знали. Как банки этого мира, когда вы ложите что-то туда, то банк дает процент. Но Бог дает самый большой процент, самый высокий процент. Иногда этот процент может достигнуть сто крат. Он будет давать во сто крат. Вы туда ложите семя, а оно потом принесет сто крат. Ни один банк вам не даст сто процентов. «Ибо младенец родился нам» – Исайя 9, 6, 7. «Сын дан нам владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Обратите внимание, князь мира подводит итог всем этим титулам. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида». Видите, оно умножается, оно дано с процентами. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его». Потому что слово «сто» – это только Божья единица, но она не измеряется буквально в сто процентах. Это мы приводим пример приблизительно сто. Но здесь написано, что нет предела этому умножению. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века, ревность Господа Савоопа соделает это. У нас нет час времени, чтобы говорить, как Бог посредством сработы нашей ревности, с ревностью Божией это соделает. Но Он будет все это делать в мире Божьем, через князя мира, посредством праведности. В-шестых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе и Иисусе призвано облекать нас в достоинство страха Господнего, вызывающего у нас трефиты благоговения пред Богом. Итак, Малахи 2, 1, 7. «Для вас, священники, вы цари и священники Богу, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Савооп, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием». То есть, Леви, привязанный к Богу, «чтобы сохранить людей, связанных со Мною, говорит Господь Савооп, и завет Мой с этими людьми был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем Моим». Этот завет дан для страха и благоговения пред именем Божьим. Завет мира. Завет истины был в устах Его, и неправда не обреталась на языке Его. «В мире и правде ходил Он со Мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст Его, потому что Он вестник Господа Савоопа». Господь помещает в его сердце свое определение, а Он должен его исповедовать. Отсюда следует, что человек, заключивший с Богом завет жизни и мира, становится вестником Господа Савоопа. Доказательством же того, что человек находится в таком завете, является благоговение человека в страхе Господнем. Вот как говорится о Христе, который является князем мира, как эталон. Евреям 5,7. «Он в однеплоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Благоговение может возникать только в страхе Господнем. В-седьмых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано осветить нас во всей полноте и сохранить нас без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Видите, вся полнота, которую Бог будет освещать, Он будет освещать нас, когда у нас будет с Ним завет мира. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессонакийцам 5,23. «Только в завете мира мы можем сохранить себя без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». А поэтому мир с Богом может сохраняться только при постоянном и допроходном освящении, выраженном в постоянном удалении от зла или от господствующего в мире растления похотью. Похоть – это не обязательно выражение низких инстинктов по отношению к противоположному полу. Похоть – это также сильное желание, достигнут поставленные для нас Богом цели, но незаконным путем. Или же цели, поставленные Богом, но не для нас. У нас должно быть предназначение. Одному дно дал Бог, другому – другое. Не могут в теле быть все глаз или ухо или все нос. Но нам всегда хочется то, что есть у другого. Когда мы не можем петь, мы хотим петь. Когда мы не можем проповедовать, мы хотим проповедовать. Обратите внимание. Мы всегда хотим делать не то, на что у нас есть дарование. И не тогда, когда нас позовут. А вот мы сами себя выпячиваем. Это и говорит о том, что мы желаем, у нас есть сильное желание. Знаете, сильное желание в духе, оно всегда зависит от Господа и умеет ожидать, пока Господь его не пошлет. Вот пришел Илья к Господу и сказал, Господи, вот когда Господь сказал, кого нам послать? Кого нам послать? Только тогда он сказал, Господи, вот я, пошли меня. Вот когда ты в своем сердце услышишь голос Господа, кого мне послать? Но прежде, когда ты станешь таким Ильей, изгоем религиозного общества, когда тебя изгонят, когда ты будешь ходить в таких вот одеждах, что тебя будут отходить и говорить, это еретик. Вы представляете, для правоверного иудея, человека, одетого в верблюжью одежду, плащ из верблюжьей шерсти сотканный. Верблюд – нечистое животное. Правоверному иудею прикоснулся к этому плащу иди омывайся, чтобы идти к Богу. То есть Бог просто показал, как будут смотреть на его правду. Это не значит, что она такая, но это значит, что вашу правду будут воспринимать как ересь. Но согласны ли вы заплатить цену, чтобы вы прослыли еретиками и отверженными, как был отвержен Илья? Потому что некоторые думают, они услышат голос. Сперва заплатить цену, которую он заплатил, был один одиноким, заплатил цену одиночества, был отвержен. И будучи отверженным, всем обществом израильским пришел и говорит, «Я остался один, и моей души ищут». Но Господь был очень близок к нему. И когда он сказал, вот я пошли в меня, он сказал, иди, я посылаю тебя. И Бог поставил его, чтобы он помазал царей, царей языческих и царей израильских, помазал языческого царя и израильского царя. Посмотрите, Бог поставил этого пророка человеком, который будет представлять и помазать, помазывать во власть людей. И приготовил его. Он думал умереть под можжевеловым кустом в свое время. Просил себе смерти. Довольно, Господи, хватит уже, сколько будет продолжаться. Возьми ты жизнь мою. А Господь приготовил его к восхищению, живым взять. Иеремий 3,23. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. «У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд». То есть ветхая натура, это имеет лоб блудницы. Не упразднив ветхого человека, не сняв его с себя, она пытается иметь отношение одновременно и с Богом. Учитывая это, она идет, садится на дороге там, где проходят все, включает телевизор, идет в интернет и слушает всех подряд, всех проповедников, совершенно не соображая, кого Бог поставил над ним или над ней. Вам нужен только один человек, которого Бог поставил над вами. Вам, в общем-то, не нужно слушать. Вы можете послушать, но с тем, понимая, что они не те люди, которых Он поставил над вами. И не их слова и не их определения должны определять ваше вероучение. Ваше вероучение должно определяться только тем человеком, которого Бог поставил над вами. Если Бог поставил над вами апостола Петра, вы должны исходить от Петра, а не от Павла, и от Иуды, и не от Иоанна. То, что и тот говорит правду, и тот говорит правду, но у них разное абсолютно назначение. Проповедь интересная была разная. Она очень хорошая. Бог объединил это все. Но Он показал. Павел сказал, у вас немного отцов, я родил вас. Он обращался к общинам, которые его в глаза не видели. Он говорил, я вас родил, потому что посланники его, которые проповедовали те откровения, которые Бог дал ему, они были поливающими от имени его. Они говорили, то семя, которое Бог насадил в нем, они его передавали. Восьмых. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано сделать нас способными, являть благодать Господа Иисуса только добрым и правым в сердцах своих. Не всем подряд, а только добрым и правым в сердцах своих. Псалом 124, 4, 5. Благотвори Господи, то есть сделай свое благословение, пошли твое благословение, сотвори твое благословение добрым и правым в сердцах своих. Вы видите, он не молится толерантной любовью «Господи, благослови весь мир и всех, которые молятся». Он говорит «Господи, благотвори добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие мир на Израиле». То есть мир на воинов молитвы, на добрых и правых в сердцах своих. Кривые пути – это пути, которые избирает человек, исходя из своего собственного мнения, пытаясь своим умом истолковывать мысли Божьи, записанные в Писании. И сам посылает себя на евангелизацию, и сам начинает творить добродетель. Такие люди не могут иметь подлинного мира Божьего в своем сердце, так как их миром будет являться их собственное самочувствие и самомнение, которое далеко отстоит от истины. На этом я хотел бы закончить сегодняшнее слово. Да благословит нас Господь, чтобы наша праведность, которую мы приняли в оправдании, которая перешла в качество праведности, чтобы она могла обрести завет мира, в котором находятся все обетования Божии, и чтобы мы подобно Авраму и семени его. Когда говорится «и семени его», не имеется в виду многим, а имеется в виду одному семя – Иисусу Христу, и семени его. Поэтому мы только в нем можем творить мир, и только в нем можем заключать всякие соглашения с Богом. Склоним наше колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов. Если у вас есть неспокойность, тревога в сердце, неуверенность, знайте, если вы желаете добра, если желаете освободиться от греха, если сожалеете о том, что вы связаны и зависимы от греха, Бог за вас, и Он не называет вас грешниками, так как вы страдаете от греха, и Он хочет освободить вас, Он хочет пленить этот плен. Если вы послушаетесь, покаетесь, исповедуете грех и начнете жить по Писанию, Он поможет вам победить вашу природу, убить ее совершенно и сделать вас сынами мира. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов разорвать узы всякой зависимости, страха, неуверенности, болезней. Прошу вас верить, надеяться, продолжать верить. В разбитых скрижалях завета Он уничтожил ваши болезни, ваши зависимости. И несмотря на то, что вы еще зависимы и болезни еще владеют вами, во Христе Иисусе вы уже свободны от греха и свободны от болезни. Продолжайте исповедовать несуществующее существующим. Встаньте на позицию Его, и вы увидите в свое время великое избавление. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим стыдом, с моим грехом, с моей зависимостью, с моими болезнями, которые обложили меня, которые пугают меня и не дают мне покоя. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор. Я верю, что во Христе Иисусе Ты снял мой позор, исцелил меня, соделал праведным и облег меня в Иисуса. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни и немощи в теле Твоем. Да наступишь Ты на них и да обречешься воскресение Христово. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь. Аминь. Аминь.